Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим. Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал венчание телеведущей Собчака и режиссера Богомолова. Их свадьба стала главным светским событием осени. Катафалки, кареты, тосты от политиков и танцы невесты в нижнем белье. Все эти активно обсуждают свадьбу Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Торжество вышло за рамки светской жизни, а в бракосочетании перформансы говорят даже внутри РПЦ. С подробностями Вера Сопрыкина. В недавнем интервью Татлер Ксения Собчак вспоминала, что больше нее свадеб в этой стране провел только Иван Ургант. Возможно, поэтому публичная часть ее собственной свадьбы была сплошным пранком, на который повелись многие. Свадебный катафалк, на котором Собчак и Богомолов ехали в ЗАГС, в сети назвали оскорблением памяти тех, кого в нем возили. Но многим даже понравилось. Черный юмор, момента моря на празднике жизни. Безвкусица, возможно, но чем бы дитя не тешилось, прокомментировал торжество Филипп Киркоров, который сам же на нем и пел. РПЦ возмутил факт венчания звездной пары. Протеерей Всеволод Чаплин окрестил Собчак легкомысленный за то, что она назвала венец, символ чистоты и верности, короной. А протодиакон Андрей Кураев и вовсе предположил, что теперь придется снести храм, в котором все произошло. А ведь там венчался Пушкин с Натальей Гончаровой. Кстати, это не совсем так. Храм Большого Вознесения тогда еще не достроили. И поэт венчался в трапезной на его территории. В результате в свадебный переполох пришлось вмешаться при службе Московского Патриархата. Представитель Патриарха Владимир Легойда заявил, что все церковные требования перед таинством были соблюдены. Собчак и Богомолов общались со священником, а также письменно раскаялись в безнравственных и кощунственных поступках. Обсуждают также список гостей, напоминающие рейтинги Forbes, и вышлист с вазой за 100 и ковром за 800 тысяч рублей. Как выразился драматург Гоголь-центра Валерий Печейкин, свадьба Богомолова и Собчак – это праздник эгоизма, когда два человека, которые любят только себя, полюбили друг друга. И действительно полюбили, говорит ресторатор Аркадий Новиков, который присутствовал вчера на светской части торжества в Музее Москвы. Знаете, таких влюбленных глаз лиц я не видел давно, просто реально давно не видел. Я не знаю, насколько Константин любит Ксению, но это выглядит так, знаете, это такая нечеловеческая такая преданность. Я не знаю, сколько это продлится. Дай Бог, чтобы это было вечно, но как она на него смотрит и как он на нее смотрит, можно выразить восхищение свое. Все мы задумываемся, а правда, а честно это, действительно это так, а вот действительно любят. А тут ни у кого, ни одного человека не вызывало сомнений. Были романтические моменты. Песни Богомолова и Собчак друг к другу, свадебный вальс под песню «Снег» Киркорова. Стилист и светская львица Елена Перминова, по ее словам, плакала, наверное, раз в пять. Были и моменты, о которых гостей просили не рассказывать, например, танец невесты для жениха в корсете и чулках, но видео все равно просочилось в сеть. В остальном свадьба была даже немного скромной, отметил продюсер Виктор Дробыш. Была красивая невеста, счастливая и каким-то очень даже нестандартным для нее нежным глядом. Потому что обычно для меня Собчак это больше такая ехидная девчонка, которая постоянно либо хохнит, либо кого-то поддевает. А здесь она была такая умиротворенная, ну прям невеста-невеста. Такой жених счастливый, какие-то человеческие тосты. Очень красиво поздравил молодых с песней Киркоров. Среди гостей, а это Лобода, Литвинова, Познер и другие, были и политики. Помощники президента Владислав Сурков и Дмитрий Песков приехали к ночи. Песков даже зачитал тост, поцеловал невесту в щеку и признался, что не видел ни одного спектакля Богомолова. В Твиттере уже назвали свадьбу государственной, а дружбу Собчак с представителями конкурента на выборах странной. Также обсуждалось возвращение Собчак на ТВ, в этот раз на федеральное. На свадьбе гендиректор Первого канала поздравил невесту с новым шоу и началом совместной работы. Храм, где венчались Собчак и Богомолов, придется снести. Такое мнение высказал протодиакон Андрей Кураев. Он напомнил историю церкви в Нижнем Новгороде, где в 2003 году обвенчалась гей-пара. Храм после этого разрушили. Брак Собчака Богомолова священник посчитал таким же выпендрежем. Это цитата. Свадьба журналистки и режиссера состоялась в пятницу. Журналисты успели заметить среди гостей Владимира Познера с супругой, одинокого Федора Бондарчука и Светлану Бондарчук со спутником, Ринату Литвинову и других знаменитостей. Фотографиями с мероприятия в социальных сетях поделились Дмитрий Маликов, Яна Рудковская и Филипп Киркоров. Последний, кстати, исполнил песню для первого танца молодых. А вот Анастасия Волочкова не пришла, не захотела изображать умирающего лебедя. Известная балерина в интервью «Комсомольской правде» рассказала, почему не приняла приглашение светской львити. Анастасия, не могла бы ты станцевать, это будет вообще велическое начало нашей свадьбы, у нас будет первый поцелуй, и вот в этот момент было бы здорово, если бы ты станцевала умирающего лебедя, у нас там живое оркестр, а католивали все вот так. Ну, я сказала, Ксюш, ну да, конечно, для тебя, пожалуйста, от души, и все, свадьба, это святое, я тебя на свою не приглашала, ты меня на свою приглашаешь, приятно, окей. Ну, я еще честно пошутила, как я сказала в прошлом разговоре у нас с тобой, что, я говорю, Ксюш, ты хочешь просто перебить мою свадьбу? Она сказала, это не получится, но, говорит, хотя бы приблизиться. Говорю, ну ладно. И вот началось вот опять, когда Костя Богомолов мне говорит, как режиссер, что нужно этого лебедя как-то так где-то в момент какой-то приостановить и закончить его как-то необычно и смешно, и с каким-то сарказмом, там, и все, с каким-то приколом, я начала немножко сомневаться и понимаю, что тут тоже какая-то фигня может грести. Тем не менее, я не отказалась. И зная, что многие известные люди отказали Ксении в приходе на эту свадьбу, в появлении на этом торжестве, многие люди и первым, кто был человеком, кто меня отговорил, это была моя дочка Аришка. Когда я ей сказала, просто ради, правда, ради прикола, и в тот же вечер я написала, Ариша, не поверишь, меня Собчак позвала на свадьбу. И Ариша мне пишет сообщение, мама, может быть, то хоть один раз поступишь по-умному и не пойдешь на торжество к этой предательнице, человеку, который в нашем доме устраивал себе вот этот, просто это позорище себя самой. На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом на прокат. Черный Мерседес, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6 тысяч рублей в час. Собчак предстала в роскошном платье с длинным подолом, а вот наряд жениха у многих вызвал удивление. Эпатажный режиссер хоть и облачился в костюм, вместо белой рубашки надел цветную, почти гавайскую. В таком обличье молодожены и поехали в храм на Венчане, уже оттуда в ресторан на банкет, куда были приглашены 300 человек. ГИБДД Москвы заинтересовалась свадебным катафалком, на котором Собчак и Богомолов рассекали по столице с открытым багажником. Оказалось, что молодожены не были пристегнуты, теперь им грозит штраф. Было на свадьбе еще несколько интересных моментов. Например, молодые в карете приехали возлагать цветы к памятнику князю Владимиру у стен Кремля, а на банкете невеста станцевала эротический танец в черном купальнике и в красной подвязке. На вопрос корреспондента проекта Life о том, почему для свадьбы выбрана такая необычная стилистика, Богомолов ответил коротко. А почему такая интересная у вас оформление свадебной церемонии? Ну так живем интересно. Проект База сообщил в пятницу, что Собчак станет новой телеведущей ток-шоу «Пусть говорят». Накануне на сайте Первого канала появился рекламный анонс, в котором Собчак или Ожеваня говорит собеседнику по телефону «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться». Ролик сопровождался подписью «Ксения Собчак» скоро на Первом. «Ксения Собчак» «Ксения Собчак» «Ксения Собчак» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА